Дочка есть, откуда-то так не очень уважительно. И когда девочка, вот уже ее дочка подросла, говорит, мама, признавайся, кто мой отец? А вот твой отец, царь зверь, бил слон. Что-нибудь надо делать, непонятно. Я думал, что меня что-ли снимать, что они меня на право уходят. Вот, твой отец, царь зверь, и вот дочка, его решила разобраться. Она пошла в лес, пошла искать папу. Заходит в лес, на встречу тигров, говорит, классно, завтрак идет. Какой-то здесь завтрак, и дочь белого слона, царь зверей. Хорошо, пошли к белому слону. Если признаешь, что дочь, значит дочь. Для них нет, тогда завтрак. И приходят они к белому слону, ну, видимо, только, чтобы провел какой-то ДНК-тест, определили, что все-таки она дочь. И она стала жить в лесу, с пельмей, сложилась этой жизнью, все было хорошо до тех пор, пока охотники из Коке, вот из этого места, ее там не увидели. Увидели, доложили своему королю. Ворон пришел, посмотрел, она ему понравилась, как-то мне как раз там шестой жены не хватает, вот она мне пригодится. Вот, вот они ее похитили. И у цели зверей, у белого слона, только неожиданно пробудились яркие, осовские чувства, она решила ее во что бы то ни стало найти. Он с армией зверей приходит в Коке, здесь все обыскивают, все перерыли, ее не нашли. И тогда этот белый слон, бедняга, от расстройства, взял здесь, прямо возле этой пирамиды. А не нашли почему? Потому что ее спрятали туда, в ту шахту. Вот, и сейчас мы сюда подойдем? Мы, это сегодня нет.